Все горячо приветствую. Была в Сочи инновационная, как ее назвали, выставка пищевых продуктов. Так вот, некто Мангуров, который является министром торговли и промышленности, заявил, что нужно менять ментальность и переходить на поедание вместо мяса еды, приготовленной из личинок мух. Ну, я думаю, каждому ослу понятно, что он не будет есть опарышей. Он предпочтет сочный бифштекс, сделанный из говядины. Но, опять же, о чем это для меня говорит? Это говорит, что все за нас уже давно решили. Внедряется общая глобальная мировая повестка по перезагрузке общества полному. И этот гражданин является лишь бессовестной говорящей головой. Пройдет не так много времени, когда будет говядина стоить 100 долларов и выше за килограмм. Соответственно, подавляющему большинству населения она будет недоступна. А в колбасах и всяких рулетах, которые продаются, никто же это не сможет проконтролировать, потому что, ну, заколебетесь вы бегать с лупой, там все вычитывать, что там будет сказано, что входит в состав. И не обязательно, что это там будет еще написано, что там используются добавки из тех же опарышей. Вот и все. То есть, вот оно, вот оно, будущее. Как он заявил еще. Так вот, это ж негодяйство полное. Нужно населению поработать с ментальностью. Что значит поработать с ментальностью? Это значит, нужно себя убедить, что опарыш это классно, а отбивная это плохо. Но, опять же, здесь интересная вещь. В общем-то, снимаю шляпу перед мировым правительством за их гениальные, в общем-то, решения. В чем их гениальность? Ну, смотрите, гениальность в чем. Во-первых, все население планеты, особенно за последние, тут вот эти два-три неполных года, показало большая часть населения, что скот бывает не только крупный и рогатый. Они сейчас всех пересадят на всю эту мерзость. Ну, не сейчас, я извиняюсь, со временем, конечно. И решат проблему с отходами тоже очень здорово. То есть, смотрите, с одной стороны, голова не болит, не надо думать, куда девать эти все пищевые отходы, там сортировать. Просто в общий бак громадный скинули, внизу решетку кинут размером с опарышей. И опарыши будут оттуда через время сами вываливаться. И вуаля, вопрос решен. И плебс будет кушать, ну а чего? И нормально. То есть, по мусору вопрос в значительной мере решится, по питанию решится. Опарыши эти ничем не болеют, не надо никого там ничем антибиотиками кормить, прививки никакие делать, ни о чем голова не болит. И все. В общем-то, гениально, гениально. Я в восторге. Просто как защищаться и как в будущем покупать колбасы и какие-то изделия, я не знаю. Потому что тут уже и частное сельское хозяйство не спасает, даже кто-то откроет. Ну и что? Ну сейчас уже идет во всем мире уничтожение икорей, и крупного рогатого скота, чего угодно. Придут домой к вам и скажут, здравствуйте, здравствуйте. Ваше хозяйство подлежит уничтожению. Оно больное. Потому что оно находится в зоне заражения. Все. Вопрос закрыт. А раз уже здесь заговорили о поддержке правительством таких предприятий, которые занимаются производством этой мерзости, значит, уже все. Значит, с предприятиями, которые получают поддержку от правительства, нет никакой возможности бороться в конкурентной борьбе. Тем более, если еще тоже правительство будет к вам, которые занимаются выращиванием птицы или другого мяса натурального, приходите, вас еще кошмарить, чтобы вас закрыть и объявить, что у вас все плохо и надо ваше хозяйство уничтожать. Так что, главное, веселуха, в общем-то, еще впереди. Я думаю, что не за горами времена, когда вместо сочного люля-кебаб из баранины вам подадут бифштекс из опарышей и затем пиво с сушеными тараканьями жопками. На этом у меня пока все. Всего хорошего. До новых встреч.